Глубокими морщинами покрывает время лицо человека. Лицо гор, наоборот, с возрастом становится глажем. Кавказ молод, его пропасти глубоки. Лишь тремя дорогами сумели перерезать люди главный кавказский хребет. В Ордонской долине, под сенью буков и грабов, начинает свой путь к облакам военно-осетинское. Цепляясь за малейшие уступы крутых берегов Ордона, дорога ползет все выше и выше. В этом поселке живут горняки. Из недр Садона они добывают ценные руды. Это день нынешний. А вот и далекая старина. Древняя часовня. В ней захоронен Давид Саслан. Изумительной красоты фрески украшают усыпальницу мужа царицы Тамары. Широколиственные леса сменяются хвойными. Близко Цейское ущелье. В нем уже 800 лет стоит древнее осетинское святилище Реком. В Касарской теснине скалы так сдавили дорогу, что пришлось пробить в граните тоннели. Подъем за подъемом. Скоро и перевал. И тут, в широкой пойме Мамисандона, открываются руины средневековой крепости Лисри. Ее сторожевые башни – свидетели феодальных междоусобиц первых осетинских князей. Выше в горы меньше леса. Лес остался внизу. Мы на альпийских лугах туалетей. Каждую весну поднимаются сюда многотысячные отары к Солнцу на кривольные пастбища. Перевал. Мамисонская седловина. Высота 2829 метров. Все в тумане переползающих через кавказский хребет облаков. Но схлынули облака, и заискрился на солнце чанчахский ледник. Его язык спускается уже по южному склону хребта. Это Грузия. Тонко звенит капелью, тает под лучами солнца лед. И вот уж гремят водопады, празднуя рождение бурной чанчахи, реки, которая, сбежав с горных круч, отдаст свои воды величавой Рионе. Рионе. Она вращает турбины электростанций. Питает влагой сады и виноградники. Это отсюда, из долины Рионе, разносятся по миру слава лучших грузинских вин. Это здесь выращивают знаменитые сорта чая. Дорога приводит нас в Кутаиси, во второй по величине город Грузии, что на тысячу лет древнее Тбилиси и на пятьсот лет старше Парижа.